Вот и завершился первый сезон популярного талант-шоу «Битва Харив» на одном из главных телеканалов нашей страны. В тройку лидеров вошли Севастополь, Донецк и Львов. Победу одержал город Львов. Но сейчас не об этом. Все дело в том, что одним из участников данного проекта стал житель Сакского района Илья Збелялов. И сегодня нам удастся с ним встретиться и побеседовать. Скажи, пожалуйста, как пришло решение подать заявку на участие в данном проекте? Когда я узнал, конечно, об этом проекте, проект «Битва Харов», мне стало интересно, что это за проект. Я начал читать подробнее, узнал, что это проект именно хорового искусства. И я подумал, что, в принципе, подобного ничего не было у нас в Украине. Ну, я решил попробовать. Почему бы и нет? Это Севастополь. Ирина Билык. Как признается Ильяс, участие в проекте было несложным. Как и везде, конечно, трудности случались. Но это не мешало идти к своей цели. Были многочасовые занятия вокалом, хореографией. Но, в принципе, желания стать лучше было больше. Поэтому, в принципе, было несложно. Наставником хора, в котором пел Илья Збелялов, была Ирина Билык. Он рассказывает, что за время участия в шоу очень многому смог у нее научиться. Она нас постоянно учила, давала советы по тому, как вести себя на сцене, как показывать себя зрителю, как подать именно ту эмоцию, настроиться на данную композицию. То есть, это очень богатый опыт. То есть, ты считаешь, что с наставником вам повезло? Я считаю, конечно же, нам очень повезло с наставником Ирины Николаевны. Я очень благодарен, конечно, за этот опыт. Несмотря на то, что победу хор Ильяса не одержал, у него амбициозные планы. Ребята могут гордиться, ведь они вошли в тройку лидеров. Ну, а какие вообще планы на будущее? Чем собираешься заниматься? Как вообще прервались ли отношения у тебя с остальными участниками из твоего хора, который представлял город Севастополь? Я хочу сказать и нашим телезрителям, и поклонникам, что мы еще обязательно удивим. Удивим их, потому что мы понравились людям, раз мы были в финале. В принципе, нам есть смысл дальше работать. Юлия Терехина, Татьяна Серова. Новости на телеканале Тонус. Что-то такое, да.